Здравствуйте, девочки! С вами снова Наташа из Беларуси. Безумно рада всех вас видеть. Спасибо, что разошли на мой канал. И хочу сейчас вам рассказать про свои новинки в косметике, что я приобрела, и рассказать вам свое мнение о этих продуктах. И первым делом, про что я вам обязательно хочу рассказать, я наконец-то стала обладателем этих тональных средств. Это Revlon Color Stay, 24 часа для жирной комбинированной кожи. У меня в оттенке 180 и 220. И что же я вам могу сказать, девочки, о этом тональном средстве? С жирной кожей, девочки, бегите за этим тональным средством. Оно определенно вам пойдет, понравится, потому что оно безумно сушит кожу. Он реально... Я вам сейчас... Мое честное мнение, я носила его уже пару раз, он подчеркнет... Все говорят о том, что это нереально крутой продукт и все в этом роде. Но если у вас, девочки, есть какие-то шелушения на лице, этот тональный крем 100% не подойдет вам, потому что он подчеркнет шелушения настолько, что он сделает их гигантскими. И при первом же взгляде у всех будет бросаться взгляд именно на ваши шелушения и недостатки на вашей коже, потому что он их нереально подсушит и выпечет наружу. Это единственный, наверное, минус этого тонального средства. Он действительно нереально стойкий, он никуда не денется. С вас, наверное, заявлено 24 часа. Его достаточно сложно смыть. Лучше всего оно смывается гидрофильным маслом, либо средством для снятия водостойкой косметики. Это действительно достойное тональное средство, но я бы не сказала, что это прям вау-вау-вау, и что стоит за ним прям бегать и искать этот тональный крем. Мне, допустим, крем от Буржуа, стойкий крем от Буржуа, там, по-моему, 16 часов, нравится чуть больше, чем именно это средство. Оно действительно незаметно на коже, оно действительно стойкое, но оно хорошо сушит вашу кожу. И да, действительно, девчонкам с жирной кожей оно подойдет. Девчонки с сухой кожей это 100% не ваш продукт. Также еще, что мне не совсем понравилось, то, что он не мега-супер интенсивный и пигментированный. То есть я бы даже сказала, что у него перекрытие чуть выше среднего и чуть ближе к плотному, но не супер плотное. Это 100%, эффектом маски он не ложится. Вот такое мое мнение об этом продукте. Дальше решать вам, стоит его пробовать или нет. Жирная кожа 100% стоит. Также из тональных средств я приобрела корейский биби-крем от Холика Холика. У меня в таком розовом оттенке. Называется он Шиммерин. Это в розовом оттенке, это биби-крем с частицами жемчуга для сияния и красивого цвета. Там они отличаются по цветам. Розовый, зелененький, голубой он, по-моему, увлажняющий, зелененький, по-моему, для проблемной кожи. Ну, я выбрала именно этот с жемчужным. Он действительно неплохой, он средний, он неплохо ложится, красиво лежит на личике. Он действительно придает приятное сияние. То есть, вы знаете, чем мне этот крем? Если взять сиси-крем от LUMINE и развести его каким-либо люминайзером, например, от L'Oreal Luminizer, получится у вас вот этот биби-крем. Он действительно достойный, он отлично увлажняет кожу, он красиво на нее ложится, он не будет лежать маской, он будет ухаживать за вашей кожей. И это действительно достойный продукт. Перекрыть вам недостатки он не перекроет, он слегка сероватый, он сгладит рельеф, он слегка сделает вашу кожу красивой. Но если у вас ярко выраженные какие-то акне, пост-акне, вам надо это замаскировывать, этот биби-крем вам точно не подойдет. Скорее всего, как и все остальные биби-кремы, это не ваше. Но если вам надо только слегка выровнять тон лица, то этот крем вам определенно понравится. Обращайте внимание. Плюс, кстати, здесь защита SPF 45, на лето будет идеальный вариант. Также я наконец-то попробовала сиси-крем от Эрбориан. И что же я могу сказать? Это определенно не похожий продукт на все сиси-кремы, которые я пробовала. Возможно, он немного похож на сиси-крем от Лореаль. Ньют Маджик в оттенке у меня Лайт. Благо, я попробовала его вот такой вот пачечке. Это ужасный продукт. Хуже продукта за последнее время я не пробовала. Это, вот не вижу написано, это был биби-крем или сиси-крем. Но это определенно полная хрень. Никогда в жизнь не берите эту ерунду. Рассказываю почему. Мало того, что он очень плохо распределяется по коже. Он светлый, он достаточно белый. И он распределяется, когда вы начинаете его наносить. И при соприкосновении ваших пальчиков крема и кожи он окисляется. Так вот, он окисляется в абсолютно рыжий оттенок. Хотя это и оттенок Лайт. При каждом прикосновении он окисляется все больше и больше. То есть, через... Вроде как бы я его нанесла, вроде неплохо, да. Он скрыл какие-то недостатки, выровнял тон моей кожи, да. Но я вот так вот дотронулась до лица. И на моем лице остались рыжие полоски. Это ужасная фигня. Сто процентно не покупайте. Это очень плохо. Я вряд ли думаю, что хоть кому-то может эта вещь понравиться. Сто процентно не покупайте. Так вот, крем Эрбори... Я такое отступление сделала жуткое. Так вот, крем Эрбориан Сиси, он чем-то напоминает. Почему? Потому что он точно так же белый. И он точно так же окисляется. И приобретает телесный цвет. И маскирует вашу кожу. Сейчас он у меня на личике. Он абсолютно не похож на Лореаль. Потому что это действительно очень хороший и классный Сиси крем. Он не окисляется до какого-то непонятного апельсинового цвета. Он окисляется и подстраивается под цвет вашей кожи. И он делает кожу красивой, холеной, выровненной, ровной. И действительно, это достойный продукт. Ну, прям, чтобы сказать, что стоит за ним бексу... Он очень дорогой. По-моему, это в России стоит 3040 мл. Это, по-моему, это очень дорого. И, допустим, я за 3000 его бы не стала покупать. В качестве пробничка 5 мл. Мне он действительно очень понравился. Из тональных средств я вам закончила, что я вам купила. Хочу рассказать синюшки, какие я приобрела. Я приобрела в Смоленске в магазине яблоко, по-моему. Вот такие вот синюшки. Здесь написано Виктория Шу, либо Чу, Барселона, My Color. В оттенке 515. Девочки, здесь 2,5 грамма. Они стоили какие-то сущие копейки, по-моему, 120 рублей. Это нереально красивый цвет. И эти тени мне чем-то напоминают тени от Colourpop. Потому что они тоже имеют легкую-легкую какую-то кремовую текстуру. Они не совсем пудровые. Они очень хорошо наносятся. Очень отлично наносятся и пальчиком, и какой-то кисточкой. Они также отлично тушуются. Они отлично нанесутся даже без базы. И будут очень хорошо держаться. Это 100% крутая бюджетная замена теням Colourpop. Плюс, кто еще не очень любит Colourpop за их огромное количество блесток. Здесь этих блесток не такое количество. Это скорее сатиновые тени, чем такие насыщенные, яркие, блестящие, шиммерные. Так что обратите внимание, 100% хорошие тени. Также я приобрела в свою коллекцию, добавила тенюшки от Ardeco в оттенке 99, 297 и 515. Это очень красивые оттенки. Сейчас с помощью всех этих трех оттенков у меня сделан макияж. Яркий 297. Это оттенок Chameleon розово-золотой персиковый. Он у меня сейчас на всем подвижном веке. 515 у меня затемнено. Затемнена складочка века. Это если вы боитесь, но хотите начать затемнять складку века, но боитесь интенсивно и плохо растушевать интенсивных теней, то эти тени 100% вам подойдут. Они легкоталповый цвет, но он не супер-мега интенсивный. Как раз для легкого затемнения и оттенения складки века вам 100% подойдут эти теньки. И 99 номер. Это светлый розовый оттенок. Сейчас он у меня в уголках глаз. Отличный цвет, базовый и должен быть в косметичке каждой девочке. Тоже отлично ложится, отлично тушуется. Все тени классные. Сейчас ставлю сводчи. Также, раз я уже начала про пудровые продукты, я приобрела пара продуктов для лица пудровых. Это Bourjois пудра Silk Edition в оттенке 53. Что мне безумно понравилось, это их упаковка. Вот это вот нереальная штучка, которую вот так вот можно вертеть, крутить в разные стороны. Здесь большое достаточно зеркальце. И это реально круто, очень удобно. Единственное, что я не совсем угадала с цветом. У меня 53 оттенок, это Golden Beige. Он достаточно желтый. Если у вас желтый потон, вам 100% подойдет эта пудра. Единственное, что я могу сказать точно, что девчонкам с сухой кожей эта пудра не очень подойдет. Она достаточно хорошо сушит кожу. Производитель нам заявляет, что 8 часов матовости на лице. И мне кажется, она действительно часа 4, а то и 5 сохранит матовость на вашем лице. Потому что она достаточно неплохо ее подсушивает. Девочки с сухой кожей, я думаю, что проходите мимо. Но девчонки с нормальной жирной и комбинированной кожей. Эта пудра очень мелкого помола. Она очень приятная. Она красиво ложится на личика. Также этот желтый оттенок, модный, который может скрыть покраснение. Обязательно обратите внимание. Приятная, прикольная вещь. Также я приобрела вот такие вот румяна от Seventeen. Но приобретала я их в качестве стробинга и в качестве для оттенения скул на своем лице. Это абсолютно матовые такие. Это румяна вообще написано. Но я бы, скорее всего, это назвала бронзером. И это действительно больше определенно похоже на бронзер. Это коричневый, натурально коричневый теплый цвет. Он отлично будет летом работать в качестве бронзера на скулах. Он средней пигментации. Он отлично переносится. Мне вполне понравился этот цвет. И летом на загорелых у девочки, из кого теплый подтон кожи, следует обратить внимание на эти румяшки. Единственное, что у них весьма и весьма специфический запах. Они немного рыжат. На камере это не очень видно, но они слегка рыжат. На загаре будет смотреться отлично. Матовый, очень красивый, приятный оттенок. Также я приобрела три новые, два блеска и одна помадка. Начну с вот этой помадки от DIVAGE. Это реально классная помада. Купила я ее, опять же, в том же самом Яблоке в Смоленске. Она была на распродаже, по-моему, сто там с копеечками рублей. Вот такой вот у нее приятный вид в качестве бриллианта. Сейчас смотрю, модно делать помады. Нейтральный, приятный оттенок. Он достаточно яркий. Очень красиво смотрится. Она кремовая. Она безумно пигментированная. И действительно достойная помада за свои 100 рублей. Также я приобрела блеск от Aveda в оттенке 932 Mangostine. Вот такой вот оттеночек. Это блеск. Кто любит натуральную косметику, вот этот блеск вам определенно понравится. Он мега супер пигментированный. Он очень интенсивный. Он красиво ложится. Он смятый, за счет чего он пытается увеличить ваши губки. Но, скорее всего, здесь губки увеличиваются за счет интенсивного блеска. Он такой очень густой. Кто не любит липковатые блески, вам не очень понравится этот блеск, потому что он слегка липковат. Чего не могу сказать о втором блеске, который я приобрела. Это оттенок 02 Bourjois Sweet Kiss. Он абсолютно не липкий, он очень красивый. Он очень красиво смотрится на губках. Это натуральный и он сейчас у меня на губах. Абсолютно не липкий. И определенно обратите внимание именно на этот цвет. В баночке он может казаться очень интенсивным, но он только слегка подчеркнет цвет ваших губ. Вот и все, собственно говоря, о чем я хотела вам рассказать. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.